Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Таре Брах. Радикальное принятие. Глава третья. Искусство паузы. Сидя под деревом бодхи. В 1950-х годах перед несколькими хорошо обученными пилотами ВВС США поставили крайне опасную задачу. Они должны были летать на такой высоте, на которой ранее никто не летал. Когда они вышли за пределы плотных слоёв атмосферы, они к своему ужасу обнаружили, что обычные законы аэродинамики там не работают. Том Вульф описывал это в книге «Нужная вещь». Самолёт может войти в плоский штопор, как миска с кашей на новощённой пластиковой стойке. После чего начнёт падать. Не планировать и не пикировать, а именно падать, как кирпич. Первые пилоты, которые столкнулись с этой проблемой, лихорадочно пытались стабилизировать самолёт, выполняя одно действие за другим. Чем яростнее они тянули рычаги управления, тем более неуправляемым становился полёт. Беспомощность они кричали «Что нам делать?», вызывая к пункту управления полётами, и разбивались насмерть. Произошло несколько трагических случаев, прежде чем один из пилотов, Чак Иекер, случайно нашёл решение. Когда его самолёт потерял управление, Иекер потерял сознание. Пока он был в таком состоянии, его самолёт стремительно приближался к Земле. Через 11 километров самолёт снова вошёл в плотные слои атмосферы, где уже можно было применить обычные лётные техники. Пилот пришёл в себя, выровнял самолёт и успешно приземлился. Он нашёл единственный способ остаться в живых в этой отчаянной ситуации – ничего не делать. Убрать руки с рычагов управления. И, как говорит Вульф, такое решение было единственным возможным выбором. Оно противоречивало всей предыдущей тренировке лётчиков и даже основным инстинктам выживания. Однако сработало. В нашей жизни часто случаются ситуации, которые мы не можем контролировать. Мы оказываемся в обстоятельствах, в которых ни одна из наших стратегий не работает. Беспомощные и обескураженные, мы лихорадочно пытаемся как-то управлять происходящим. У нашего ребёнка падает успеваемость, и мы выдаём одну угрозу за другой, пытаясь приструнить его. Кто-то нагрубил нам, и мы тут же наносим ответный удар или ретируемся. Мы допускаем ошибку на работе и пытаемся любой ценой скрыть или исправить её. Мы идём на эмоциональное столкновение, нервно вырабатывая стратегию. Чем больше мы боимся неудачи, тем лихорадочнее работает наше ум и тело. Наши дни наполнены постоянным движением, планированием и беспокойством, привычными разговорами, согласованиями, телефонными звонками, покупками, смотрением в зеркало. Что бы произошло, если бы в разгар всей этой активности мы бы сознательно сняли руки с пульта управления? Только потеря сознания позволяла Чаку и Егеру отказаться от непреодолимого стремления всё контролировать. Что, если бы мы намеренно прервали все своемысленные вычисления и суету, и просто сделали паузу и обратили внимание на внутренние переживания? Умение брать паузу – это первый шаг в практике радикального принятия. Пауза – это приостановка деятельности, временное невовлечение, когда мы не движемся ни к какой цели. В отличие от отчаявшихся пилотов, мы больше не спрашиваем, что делать. Паузу можно взять посреди почти любой нашей деятельности, например, на несколько часов или лет нашей жизни. Мы можем взять паузу и выйти за пределы повседневной жизни, уйти в ретрит, провести время на природе или взять отпуск со свой счёт. Мы можем сделать паузу в разговоре, опустив то, что собирались сказать, и по-настоящему выслушав нашего собеседника. Так мы сможем полностью побыть с другим человеком. Мы можем сделать паузу, когда что-нибудь приведёт нас в восторг или опечалит. Мы просто позволим этим чувствам проявить себя. Во время паузы мы перестаём делать то, чем занимались до этого. Думать, говорить, ходить, писать, планировать, беспокоиться, есть. Вместо этого мы должны всецело присутствовать в настоящем моменте, быть внимательными и зачастую физически неподвижными. Вы можете попробовать прямо сейчас. Отложите книгу в сторону и просто сидите, ничего не делая. По своей природе пауза ограничена во времени. Мы возвращаемся к нашим занятиям, но уже с большей осознанностью. Теперь нам легче сделать правильный выбор. Во время паузы, например, перед тем, как вонзить зубы в шоколадный батончик, вы можете распознать дрожь предвкушения и, возможно, смутное чувство вины и самоосуждения. И потом съесть батончик, наслаждаясь его вкусом. Или же мы можем решить, что лучше пойти на пробежку, а батончик отложим в сторону. Мы не знаем, чего ожидать после паузы. Но прерывая наше привычное поведение, мы создаем возможность для новых и конструктивных способов реагировать на наши желания и страхи. Конечно, бывает неподходящее время для паузы, когда наш ребенок бежит в сторону оживленной дороги или кто-то собирается нас ударить. Мы быстро ищем способ защитить себя. Если мы вот-вот пропустим наш рейс, мы бежим к выходу на посадку. Но большая часть нашего повседневного бега и привычного контроля не служат выживанию и процветанию. Их источник – ни на чем не основанное беспокойство, ощущение, что что-то не так или чего-то не хватает. Даже когда наш страх возникает перед лицом действительно неудачи, потери или, как в случае военных летчиков, смерти, наши инстинктивные напряжения и энергичные усилия часто неэффективны и неразумны. Умение брать паузу – это первый шаг в практике радикального принятия. Если мы уберем руки из пульта управления и сделаем паузу, у нас появится возможность ясно увидеть, какие желания и страхи движут нами в этот момент. Мы осознаем, как ощущение, что-то не так или чего-то не хватает, заставляет нас полагаться на будущее, искать какой-то другой путь. Благодаря этому у нас появляется выбор. Мы можем продолжить тщетные попытки контролировать свои переживания или же встретить нашу уязвимость с мудростью радикального принятия. Во время паузы, которую я взяла в том святилище в пустыне, я увидела, как сильно застряло в своих мысленных историях и страдании транса неполноценности. Оставаясь на месте и отбросив другие занятия, я повернулась лицом к чувству стыда и страха, от которых убегало много лет. Фактически, пауза и принятие интенсивности своих страданий были для меня единственным способом ослабить хватку транса неполноценности. Часто именно тогда, когда нам особенно необходима пауза, сама мысль об этом кажется невыносимой. Последнее, что нам хочется сделать, это взять паузу в минуту гнева, либо когда мы переполнены печалью или желанием. Мысль о том, чтобы отпустить рычаги управления, противоречит нашим основным инстинктивным способам получить желаемое. Такая пауза ощущается нами, как беспомощное падение. Мы не имеем ни малейшего представления, что случится дальше. Мы боимся, что нас поглотит сила нашего гнева или скорби, или желания. Однако, пока мы не откроемся переживанию каждого мгновения, радикальное принятие будет невозможно. Шерлотта Йокобек, дзен-мастер и писатель, учит, что секрет духовной жизни заключается в способности повернуться к тому, от чего мы бежим всю жизнь. Покоиться в физическом переживании настоящего момента, даже если это чувство унижения, неудачи, отказа, несправедливости. Благодаря искусству делать паузу, мы перестаем прятаться, бежать от своих переживаний. Начинаем доверять своему уму, мудрому сердцу, способности открыться всему, что возникает. Это похоже на пробуждение ото сна. В момент паузы наш транс-неполноценность рассеивается и становится возможным радикальное принятие. Бегство усугубляет транс-неполноценность. Однонародная сказка рассказывает о человеке, который настолько боялся своей тени, что пытался убежать от нее. Он был уверен, если сможет оставить ее позади, то станет счастливым. Его отчаяние росло, когда он видел, что тень все равно следует за ним, как бы быстро он не бежал. Он не собирался сдаваться и бежал все быстрее и быстрее, пока не рухнул замертво. А ему надо было всего лишь зайти в тень и сесть отдохнуть, и тогда его собственная тень исчезла бы. Наша собственная личная тень состоит из тех аспектов нашего существа, которые мы считаем неприемлемыми. Наша семья и культура с ранних лет дают нам понять, какие качества ценятся обществом в человеке, а какие осуждаются. И поскольку мы хотим, чтобы нас принимали и любили, мы стараемся сформировать и показать привлекательное для окружающих «я». Нам кажется, что так мы сможем сохранить свою идентичность. Но мы неизбежно проявляем свою природную агрессию и потребность в одобрении окружающих, или страх. Эти эмоциональные компоненты часто представляют собой табу, и важные для нас люди реагируют на это. Неважно, мягко ли нас отругали, проигнорировали или жестко отвергли, на каком-то уровне мы все равно чувствуем, что нас оттолкнули и испытываем боль. По мере того, как мы регулярно подавляем эмоции, из-за которых нас могут отвергнуть другие, эта тень превращается в движущийся аспект нашей психики. Мы можем глубоко спрятать и не показывать свое по-детски непосредственное воодушевление, игнорировать гнев, пока он не превратится в узел в нашем теле, маскировать страхи, постоянно критикуя и упрекая себя. Корни нашей тени в стыде, вызванном чувством неполноценности. Чем сильнее наше чувство неполноценности и того, что мы недостойны любви, тем отчаяннее мы бежим от тисков тени. Но убегая от того, чего боимся, мы лишь питаем нашу внутреннюю темноту. Если мы отвергаем часть себя, то тем самым признаем свою изначальную неполноценность. Под мне не стоит так сердиться, скрывается со мной что-то не так, если я так поступаю. Мы как будто застряли в забучих песках, и наши лихорадочные попытки выбраться из нашей нехорошести затягивают нас все глубже. Наше стремление убежать от тени лишь усиливает восприятие себя как нерешительного, несостоятельного я. пока мы не откроемся переживанию каждого мгновения, радикальное принятие будет невозможно. Когда Лора пришла ко мне на психотерапию, ее способ прятаться от тени практически разрушил ее брак. Ее муж Фил сказал, что она превратилась в мину, готовую взорваться при моем малейшем неверном движении. На первых встречах ее чувствительность и драматический ореол привлекали его. Лора была медсестрой, и Филу, как и многим ее пациентам, нравились ее успокаивающие прикосновения и забота о его благополучии. Лоре тоже нравилось проводить время с Филом. Ее привлекали его ум и находчивость. Но после нескольких месяцев замужества она стала воспринимать его острый ум и едкий юмор как оружие, нацеленное на нее. Она болезненно воспринимала комментарии Филы о том, как она водит машину или убирает блюда со стола. Она чувствовала себя униженной. Все внутри нее сжималось и казалось, что она абсолютно несостоятельна. Часто то, что она оценивает ее, вызывало у Лоры гнев, и она в ярости обрушивалась на него. Вспышки гнева и были основной стратегией Лоры, чтобы убежать от собственной тени стыда. Из их брака исчезла близость, о ней едва разговаривали. Юрист по профессии Фил всегда мог доказать, что в любой ситуации виновата была Лора. Когда это происходило, Лора сначала кричала на него, а потом стремительно уносилась прочь. Когда она пришла ко мне на терапию, она заключила, «Нам даже не стоит пытаться разговаривать. Он всегда мистер рациональность, а я всегда начинаю кричать». Вечером, накануне нашей первой встречи, случилась довольно типичная для их отношений ситуация. Лора горячо поспорила со своей начальницей в больнице и ушла с работы. За ужином, когда она рассказывала Филу о том, что случилось, он проявил нетерпение. Когда зазвонил телефон, он ответил и отправился в свой кабинет. Лора пошла за ним и стояла в проеме, ожидая его. Сразу же после того, как Фил договорил, он включил телевизор, на что Лора с сарказмом заметила. «Ты заинтересован в любых новостях, но только не моих». Фил ответил с раздражением. «Это был Натан. Он сказал мне включить Фокс-Ньюис прямо сейчас, чтобы кое-что увидеть. Почему ты всегда интерпретируешь мое поведение как личное оскорбление? Если ты так вела себя со своей начальницей, то она должна быть рада, что ты ушла». Глаза Лоры засверкали, и в лицо ударила краска. «Я знаю, о чем ты думаешь. Почему бы тебе просто не сказать это, Фил? Ты был бы рад, если бы я ушла. Ведь так? Так? Лора схватила одну из книг по юриспруденции и кинул ее в телевизор с криком «Ты просто хочешь избавиться от меня? Может быть, ты и получишь то, что хочешь?» Вторая книга пролетела совсем близко от его головы. Той ночью они опять спали в разных комнатах. В детстве Лоре пришлось научиться ограждать себя от изменчивой и критичной матери. Одно мгновение они хорошо проводили время вместе, а в следующее мать уже нападала на Лору за то, что она никогда не убирает свою комнату или ужасно выглядит с такой челкой. Когда Лора стала подростком, резкие изменения в ее гормональной системе и химии тела уже не позволяли сдерживать боль и гнев. Когда мать ругала ее за манеру одеваться, за неуклюжесть, дружбу с неудачниками, за глупость Лора начинала кричать в ответ. Она хамила матери и ночевала у друзей, чтобы только не слышать в постоянных упреках, что она все делает не так. Когда она все же оказывалась дома и они спорили, Лора поражалась силе своего гнева. Ей казалось, что внутри нее сидит демон, который, представь всему такая возможность, может и убить. К тому времени, когда она стала жить самостоятельно, вспышки ярости стали для нее привычными. На первых сеансах терапии Лора призналась, что в большинстве отношений она чувствовала себя легко ранимой и занимала оборонительную позицию, будь то отношения с друзьями, семьей, на работе. Все всегда было драматично. Если ей казалось, что кто-то к ней критично относится, она избегала этих людей или обрушивалась на них с гневом и отношения на этом заканчивались. Когда ее вызвала к себе начальница и задала острые вопросы о напряженности в отношениях между ней и другой медсестрой, Лора стала защищаться с явной враждебностью. Когда начальница предложила ей успокоиться, чтобы они могли нормально поговорить, Лора заявила, что увольняется и ушла. Модели поведения, которые мы используем для защиты от боли, лишь усиливают наше страдание. В какой бы ситуации она ни оказывалась, когда возникало ощущение, что она недостаточно хороша, Лора уносила в детство, где и не оставалось ничего другого, кроме как защищать себя. Любой из нас, если ткнуть в больную точку неуверенности, легко скатится в состоянии полного транса неполноценности. В такие моменты, кажется, у нас нет выбора, что чувствовать, думать, говорить или делать. Скорее мы действуем автоматически, реагируем самым привычным образом, чтобы защититься, скрыть нашу рану. Как в случае с любыми зависимостями, те модели поведения, которые мы используем для защиты от боли, лишь усиливают наше страдание. Наши стратегии бегства не только укрепляют ощущение, что с нами что-то не так, они также не позволяют нам уделить внимание тем аспектам нашего «я», которые, если мы хотим исцелиться, требуют этого больше всего. Как проницательно заметил Карл Юнг, те аспекты нашей психики, с которыми мы не сталкиваемся и которые не ощущаем, и есть источник всех неврозов и страданий. Вспышки гнева Лоры не только маскировали ее боль и стыд, но усиливали их действия, когда она теряла над собой контроль. Это был порочный круг. Чем более виновата она себя чувствовала, тем сильнее она нападала на других, чтобы защититься и спрятать стыд. Когда мы встречаемся со своим страхом и стыдом и прореживаем их, вместо того, чтобы привычно избегать, мы начинаем выходить из транса неполноценности. Мы становимся свободными и можем реагировать на обстоятельства так, чтобы испытывать при этом подлинное спокойствие и счастье. Когда мы прекращаем бег, обретение способности жить в настоящее мгновение, Сиддхартха Каутама, будущий Будда, был сыном богатого Раджи, который правил прекрасным княжеством у подножья Гималаев. Перед рождением принца советники короля предсказали, что он или отречется от мирской жизни и станет святым, или же он станет великим правителем. Отец Сиддхартхи очень хотел, чтобы сын последовал по его стопам. Он знал, что сознание страданий мира направит его сына на поиск духовного пути, и поэтому окружило его красотой, богатством и наполнило жизнь сына непрерывными развлечениями. О принце заботились только добрые и красивые люди. Конечно, план короля оградить сына от страданий провалился. История гласит, что когда Сиддхартхе исполнилось 29 лет, он настоял на выезде за пределы дворца со своим возничьем Чанной. Узнав о намерении сына, король приказал своим подданам убрать и украсить улицы, спрятать бедных и больных. Но у богов были другие планы. Они верили принцу в облике больного человека, старика и трупа. Это была отличная способность пробудить Сиддхартху. И когда юноша осознал, что страдания неотъемлемая часть существования, его взгляд на жизнь как нечто комфортное переменился. Он исполнился решимости выяснить, как люди могут обрести свободу и счастье перед лицом такого страдания. Для этого он покинул дворец, оставил родителей, жену и сына. Сиддхартха сбежал из дворца под покровом ночи, отправился на поиски истины, способной освободить дух и сердце. Большинство из нас проводят годы, пытаясь заточить себя внутри дворцовых стен. Мы гонимся за удовольствием и чувством уверенности, которые, как мы надеемся, принесут нам долговременное счастье. Но все же, как бы ни были счастливы, мы неизбежно столкнемся с кризисом. Это может быть развод, смерть любимого человека, серьезная болезнь. Пытаясь избежать боли и контролируя свои переживания, мы отдаляемся от силы наших чувств, игнорируем или отрицаем наши подлинные физические и эмоциональные потребности. Поскольку Сиддхартха был привязан к удовольствиям, путь отрицания сначала выглядел как путь к свободе. Он присоединился к группе аскетов и стал практиковать, лишая себя сна и еды и применяя другие экические методы. Через несколько лет Сиддхартха осознал, что он истощен и болен и при этом не приблизился к духовному освобождению, к которому так стремился. Он покинул аскетов и направился на берег близлежащей реки. Лежа там, почти при смерти, он выкрикнул «Определенно должен быть другой путь к просветлению». Он закрыл глаза и погрузился в воспоминания, похожие на сон. Во время ежегодного празднования весенней вспашки няньки Сиддхартхи оставили его отдыхать под цветущей яблони на краю поля. Он сидел в прохладной тени дерева, наблюдая за тем, как работают мужчины, как пот застилает их лица. Он видел, как напрягается бык, когда тянет плуг, как умирают насекомые в срезанной траве и свежевспаханной земле. И Сиддхартха ощутил печаль из-за страдания, которые испытывают все живые существа. Нежность этого сочувствия сделала его очень открытым. Он посмотрел вверх и был поражен синевой неба. Птицы парили в небе свободно и грациозно. Воздух был наполнен ароматом цветущих яблонь. В потоке и святом таинстве жизни было место и для безграничной радости, и для печали. Он почувствовал абсолютное умиротворение. Воспоминание об этом переживании дало Сиддхартхе абсолютно другое понимание о пути к освобождению. Если маленький ребенок безо всякой подготовки смог почувствовать вкус свободы, спонтанно и без усилий, значит это состояние неотъемлемая часть человека. Наверное, можно достигнуть пробуждения, перестав бороться, и, как это получилось в Сиддхартхе в детстве, встречая все проявления жизни с нежностью и открытым осознаванием. Какие условия сделали этот детский опыт глубокого осознавания возможным? Если мы посмотрим на свою жизнь, то увидим, что такие мгновения осознавания часто возникают, когда мы сохраняем неподвижность или находимся в уединении. Мы вышли за пределы обычной суеты и вошли в открытость и ясность вне временности. Если бы Сиддхартху отвлекал болтовня нянек или как раз другими детьми, он не был бы столь внимателен и открыт своим внутренним переживанием. В это мгновение, отдыхая под цветущей яблоней, он не гнался за удовольствиями, не отталкивал страдания мира. Сделав паузу, он открылся естественной пробужденности и внутренней свободе. Вдохновленный своим детским опытом, Сиддхартха приступил к новым поискам подлинной свободы. Он искупался в реке, съел сладкий рис, предложенный ему деревенской девушкой, а потом заснул и увидел чудесные сны. Когда он проснулся свежей и полной сил, то снова сел в уединении под баньяном, теперь известном как дерево Бодхи и принял решение не двигаться с места до обретения полного освобождения. Образ Будды, сидящего под деревом Бодхи, один из великих символов силы паузы. Сиддхартха больше не цеплялся за удовольствие и не убегал от своих переживаний. Он полностью открылся изменчивому потоку жизни. Это отношение, когда вы не цепляете за какое-либо переживание и не отталкиваете его, известно теперь как срединный путь. Оно характеризует то осознавание, которого мы достигаем в момент паузы, открываясь всему, что приносит нам жизнь, включая те аспекты нашей психики, с которыми мы раньше не сталкивались и не подозревали о них. Когда будущий Будда принял решение оставаться под деревом Бодхи, он столкнулся лицом к лицу с темной стороной человеческой натуры. Она воплотилась в демоне по имени Мара. На санскрите Мара означает заблуждение, подобное сну неведения, которое опутывает нас сетями страстных желаний и страхов. Это заблуждение омрачает нашу просветленную природу. Традиционно говорится, что Мара может принимать разные формы, урагана, прекрасной искусительницы, гневных демонов, огромных армий. Когда искусительница явилась перед Сиддхартхой, он полностью осознавал невероятную привлекательность соблазна, но все же продолжал сидеть неподвижно. он не цеплялся за желание, возникшее в теле и уме, и не отталкивал его. Когда Мара превратилась в огромного демона с клыками и когтями, который бросился вперед, чтобы атаковать Сиддхартху, тот храбро и осознанно открылся страху. Он не пытался убежать или дать отпор. Он сохранял внимательность вместо того, чтобы немедленно реагировать, и тем самым смотрел за пределы заблуждения об отдельно существующем «я», который обрекает нас на страдания. В течение ночи Арами и Мары атаковали Сиддхартху и поливали его дождем острел жадности и ненависти. Он встречал каждую из них с открытым и нежным сердцем, и они превращались в цветы, которые мягко падали к его ногам. Проходили часы, количество ароматных лепестков росло, и Сиддхартха становился все более умиротворенным и свободным. С приближением рассвета Мара бросил Сиддхартхе самый большой вызов. Он потребовал, чтобы тот доказал свое право занимать трон свободы. В ответ будущий Будда дотронулся до земли, призывая ее засвидетельствовать его тысячи жизней сострадания. Земля затряслась в яростном подтверждении этих слов. Небо потемнело и загремел гром. Мара бежал в испуге, и вместе с ним растворились последние следы заблуждения. Когда на небе появилась утренняя звезда, подобная сверкающему алмазу на горизонте, Сиддхартха обрел свободу. Он распознал свою чистую природу, любящую сияющие осознавание и стал Буддой пробужденным. Практика радикального принятия начинается с того, что мы делаем паузы под деревом Бодхи. Так же, как Будда с готовностью открылся навстречу Мари, мы делаем паузу и открываемся всему, что предлагает нам жизнь в каждое мгновение. Таким образом, мы, по выражению вьетнамского буддийского монаха Титнатхана, приходим на свидание с жизнью. Пауза при виде Мары Во время наших сеансов терапии Лора стала называть свою мать драконом из-за испепеляющей силы ее слов. На одной из встреч после разговора о ее матери мы сделали управляемую визуализацию. В процессе этого упражнения Лора увидела, как борется с настоящим драконом. Она ползла по земле, скрывалась за валунами, забиралась на деревья и пряталась в их ветвях. Старалась не попадаться ему на глаза и пыталась убежать от его огненного дыхания. Погруженная в эти переживания, она сказала мне, что чувствует себя слабой, и утомили попытки бегства, и она слишком маленькая, чтобы бороться. Я спросил ее, что она хочет сделать. Сдаться и прекратить бежать. Что тогда случится с тобой? Я не знаю, возможно, я умру, будет слишком больно. Что будет слишком больно? Лора не отвечала минуту или две, а потом сказала, я увижу, что у меня больше нет матери, что это правда, она и есть дракон. Нет никого, кто любил бы меня. Я слишком ужасна и недостойна любви. Лора расплакалась, когда осознала, что ей хотелось, чтобы вместо дракона появилась ее настоящая мать, которая заботилась бы о ней. Она предпочитала бежать, лишь бы не обжечься правдой и не чувствовать себя плохой и недостойной любви. Но теперь эта надежда исчезла, и Лора повернулась к чувствам, от которых пряталась всю жизнь. Мы не сможем распознать наше действительное переживание, пока не остановим всю мысленную активность, пока не прекратим свои бесконечные занятия. Как и Лора, мы первым делом учимся избегать этих переживаний. И мысль о том, чтобы остановиться, может привести нас в ужас. Для того, чтобы сидеть под деревом бодхи и встречать стрелы мары, требуется мужество и решимость. Лоре понадобилось и то, и другое, чтобы вырваться из привычных схем поведения, которые разрушили ее жизнь. В конце сеанса я спросил ее, узнала ли она, как на самом деле выглядит дракон. Вместо того, чтобы сражаться или бежать, посмотрела ли она ему хоть раз в глаза, когда он нападал на нее. На следующей встрече я сказал Лоре, что она может научиться смотреть дракону в лицо. Искусство паузы, как я это называю, позволит ей обрести необходимую до этого внутреннюю силу. В ситуации, когда в ней нарастают страх и гнев, она может свернуть всю внешнюю активность и просто смотреть на то, что происходит внутри нее. Я сказал ей, что если в болезненных ситуациях она сможет сделать паузу, вместо того, чтобы кричать и убегать прочь, то со временем она обретет внутренние ресурсы и сможет реагировать на все с мудростью. На наших сеансах мы стали учиться брать паузу. Я попросил Лору закрыть глаза и вспомнить недавний конфликт в больнице. Я хотела, чтобы она как можно более отчетливо ощутила свои чувства в тот момент, когда ее начальница возложила вину за сложившуюся ситуацию на нее. Когда я предложила ей представить, что она сделала паузу прямо посреди этих интенсивных переживаний, Юра сжался, а подбородок начал дрожать. Заметив, что ее тело окаменело, я мягко попросил ее сделать несколько полных вдохов и выдохов. «О чем ты думаешь, Лора?» Без колебаний Лора ответила. «Она стерва. Почему она решила, что это я создаю проблемы? Она даже не знает, что случилось?» Она помолчала несколько секунд, а потом с горечью добавила. «Она заставила меня почувствовать, что я совершил ошибку, прямо как моя мать. Я снова была не права». Когда я спросил ее про физические ощущения, она ответила, «Мое лицо горит, у меня давит в груди, и кажется, что она сейчас разорвется». Я попросил ее дальше удерживать паузу и пережить эти ощущения. Неожиданно она вспылила. «Так неправильно. Я что, должна быть легкой добычей и просто позволять людям унижать меня?» Лора открыла глаза и начала плакать. «Тара, когда кто-то критикует меня, я не могу это выдержать. Я сразу проигрываю. Мне кажется, будто я должна с ними бороться. Если я сделаю паузу, боюсь, что взорвусь изнутри». Лора спрятала заплаканное лицо в ладонях и сказала, «Мне так стыдно и совсем не тот человек, которым хочу быть». Когда мы впервые пытаемся сделать паузу, нас легко могут переполнить болезненные чувства, которые определяли наше поведение в течение долгих лет. Крайне важно продвигаться постепенно, если это возможно, опираясь на поддержку других. Так же, как мы делали это с Лорой на наших встречах, очень полезно представлять недавние или правдоподобные ситуации. И если мы оказываемся в эмоционально напряженной ситуации, для начала лучше сделать несколько глубоких вдохов, сознательно расслабляя тело и ум, потом найти спокойное и безопасное место и взять паузу. На наших сеансах Лора начала делать паузы. Они длились не больше минуты. Со временем она научилась принимать волны сильных переживаний, когда чувство неуверенности, которого она избегала котами, стало подниматься на поверхность. Однако ей понадобилось некоторое количество сеансов, прежде чем она смогла найти в такой паузе настоящее убежище, место, где она могла бы осознавать свою боль и при этом не быть одержимой или переполненной ею. в конечном счете умение брать паузу позволило ей вернуться домой, к самой себе. В кориде есть интересная параллель с паузой, как местом убежище и обновление. Считается, что во время кориды бык может найти свою зону безопасности на арене. И там он может снова обрести силу и мощь. Это место и такое внутреннее состояние называется кюренсия, испанская привязанность к родным местам. Пока бык находится в ярости и реагирует на действия Матадора, ведущий на арене Матадор. Но когда бык обретает кюренсия, он собирается с силами и теряет страх. С точки зрения Матадора вот этот момент бык особенно опасен, поскольку максимально использует свою силу. Каждый раз, когда Лору раздражали и она очень эмоционально реагировала на врага, то теряла равновесие, все больше погружаясь в чувство страха и стыда. В то время, как силы Мары Матадора Лоры только пребывали. Когда она научилась делать паузу и обретать кюренсия, она стала реагировать на обстоятельства более уравновешенно и эффективно. Однажды Лора пришла ко мне и сказала, что произошел настоящий сдвиг. На праздничном ужине в честь дня рождения брата мать снова начала нападать на нее. Она хотела узнать, когда Лора начнет искать новую работу медсестры. Прежде чем Лора смогла ответить, мать наклонилась вперед и насмешливо сказала резким голосом, «О, можешь не говорить, я знаю, ты ждешь, что работа сама свалится тебе в руки, как мана небесная». Молчание Лоры послужило для матери зеленым светом и она продолжила нападение. «И что, ты хочешь, чтобы Фил содержал тебя всю жизнь?» С громко бьющимся сердцем Лора взяла паузу и сделала несколько глубоких вдохов. Она чувствовала жар в груди, как будто ее пронзили ножом, и все в ней хотела кричать от гнева. Но вместо этого она просто сказала «Я не знаю, маму» и откинулась на стуле. «Понятно», ответила мать, возможно удивленная стоила конечным ответом на свой выпад. После этого она повернулась к брату Лоры и продолжила разговор с ним. Лора не знала, что произойдет дальше. Когда она сделала паузу, она чувствовала дрожь в теле. Ей казалось, что ее грудь сейчас разорвется. Она смогла заметить, как у нее в голове проносится. Лора всегда все портит. Лора бешеная истеричка. Во всем этом шуме она услышала, как внутренний голос шепчет. «Какой ужас! Но я это выдержу». Она уже много раз чувствовала подобные приступы на наших сессиях и знала, что вполне может их вынести, это не продлится долго. Когда Лора расслабилась, она почувствовала, как расширяется ее грудная клеткой горла. Острая боль стала растворяться и на ее месте возникла глубокая печаль. Она позволила всем этим чувствам раскрыться и казалось, что она мягко заботится о своих внутренних ранах. В напряженной ситуации лучше сделать несколько глубоких вдохов, найти безопасное место и взять паузу. Вырвавшись из ловушки транса неполноценности, Лора увидела, что у нее есть выбор. Она могла остаться до конца вечера или пойти домой. Она могла открыто поговорить с матерью и сказать, почему еще не нашла работу. Или же она могла позволить инциденту сойти на нет. Какой бы ответ она не выбрала, он все равно возник из ее нового отношения к себе. Умение делать паузу позволило Лоре принимать все свои чувства. И она ощущала только удивительную теплоту и доброту. Когда она смотрела на свою мать, она почувствовала, как в ней поднимается нежность. Она увидела женщину, которая запуталась в собственной неуверенности. Слова бесконтрольно вылетают из ее рта, руки сжаты в кулаки. Когда они расставались тем вечером, Лора смогла посмотреть своей матеревы глаза, взять ее за руку, улыбнуться ей. Лора посмотрела в лицо дракона, дракона ее матери и ее собственного. Под маской кнева матери она обнаружила глубоко раненого человека. Точно так же дракон Лоры охранял ее собственную уязвимость, ее страх быть плохой, ее стыд. Она обнаружила доброе и мягкое сердце. Поэт Рейнер Мария Рильке выразил глубокое понимание драконов, с которыми мы все сталкиваемся. Можно ли нам забыть те древние мифы, которые стоят у истока всех народов? Мифы о драконах, которые в минуту крайней опасности могут неожиданно обернуться принцессами? Быть может, все драконы нашей жизни это принцессы, которые лишь ждут той минуты, когда увидят нас прекрасными и храбрыми? Быть может, все страшное в конце концов есть ли что беспомощное, что ожидает нашей помощи? Искусство паузы плодородная почва для мудрых действий. Научившись брать паузу, Лора была готова узнать, что еще может ей помочь сохранить брак. Мы понимали, что ей понадобится время, чтобы избавиться от привычки идти в контрнаступление. На наших встречах мы рассматривали разнообразные сценарии, которые можно было бы применить, когда Фил критиковал ее. Если Лора чувствовала, что сейчас взорвется, она могла взять паузу, сказать Филу, что берет тайм аут, и они поговорят позже. Потом она могла пойти в другую комнату и осознать, в ловушку какой истории попала на этот раз, и как она себя чувствует. Если она все же взрывалась, то могла прервать спор, сделав паузу, и через несколько мгновений постараться объяснить Филу, что чувствует в этот момент. Она могла спросить его, что чувствует он. Мы даже представили такую ситуацию, что после его паузы ей будет комфортно взять его за руку и просто немного помолчать. Когда после такой паузы Лора впервые попыталась сказать Филу, что она чувствует в этот момент, он оказался к этому не готов. Привыкший к тому, что все общение с ней заканчивается, когда она в гневе уносится прочь. Он остановил ее на полуслове и сказал «Лора, я устал от твоих бесконечных драм. Нам обязательно проходить через это снова?» Не дождавшись ответа, он схватил газету и вышел из комнаты. На той неделе Лора спросила меня «Тара, как это может сработать, если только я делаю что-то?» Конечно, Лора не могла в одиночку изменить сложившиеся в браке шаблона поведения, но она могла положить начало этим изменениям. Даже если только один человек в отношениях практикует такие паузы и открывается радикальному принятию, это может освободить из безнадежной ситуации обоих. Пауза нарушает укоренившиеся шаблоны взаимодействия. Когда прерывается порочный круг критики и непонимания, мы можем распознать подсознательные убеждения и чувства, которые лежат в основе проблемы. И такое прозрение естественным образом способствует тому, что мы делаем более мудрый выбор. Если один из партнеров решает слушать другого внимательнее или не отпускать язвительные комментарии, другой может стать более расслабленным, ослабить оборону. И хотя пауза не всегда может спасти искореченные отношения, она неизбежно приведет ситуацию к какому-то разрешению. Для Лоры пауза сделала возможным настоящее общение с мужем. Поворотным моментом стал тот вечер, когда Фил сказал ей, что не сможет взять целую неделю отпуска для их совместного путешествия. Они тут же начали привычный спор. Посреди него Лора сделала паузу. И потом медленно сказала тихим голосом. «Я снова испытываю этот страх, что на самом деле ты не хочешь быть со мной. И когда я чувствую себя так, мне просто нужен какой-то знак, что на самом деле тебе не все равно». Сначала Фил отреагировал на это с раздражением. «Знаешь, Лора, мне кажется, если я не готов расшибиться в лепешку, чтобы успокоить твое хрупкое я, то ты взорвешься. Я не хочу быть заложником твоего гнева». Его слова повисли в воздухе, и когда Лора не стала тут же защищаться, что-то изменилось в эфире. Через несколько мгновений он добавил более мягким голосом. «Мне сложно проявлять привязанность по требованию. Когда ты хочешь, чтобы я тебя разубедил, забрал назад свое критическое замечание, но мне кажется, что ты мной манипулируешь. Но если честно, Лора, я ненавижу себя за то, как обращаюсь с тобой». Лора даже не представляла, что может услышать от него такое. Она смогла сказать ему, какой униженной чувствовала себя, после своих вспышек гнева. После долгого молчания она сказала, «Фил, я не могу поверить, как тяжело это было быть так далеко друг от друга». К концу вечера они решили, что возможно им поможет посещение семейного психолога. Со временем Фил и Лора смогли вернуть теплые веселые отношения. Лора освободилась от связывающих ее оков гнева по отношению к Филу и чувствовала, что ее сексуальность снова пробудилась. В их отношения вернулась глубокая близость. Лора приписывала это обновление отношений силе паузы. Атмосфера паузы была притекательна. Фил также замедлил свои реакции. Он стал замечать и принимать то, что на самом деле чувствовал. Для них обоих открытость в словах и действиях, возникающие благодаря паузе, привела к росту нежности и доверия. Драгоценные мгновения свободы Мы учимся радикальному принятию, делая паузы снова и снова. В тот самый момент, когда мы уже готовы взорваться и начать гневную тираду, мы этого не делаем. Когда мы чувствуем беспокойство, вместо того, чтобы включить телевизор или звонить по телефону или постоянно думать об этом, мы садимся и переживаем дискомфорт или беспокойство. В этой паузе мы отпускаем наши мысли и все дела, близко соприкасаемся с тем, что происходит в нашем теле, сердце и уме. Пауза в качестве техники может показаться нам незнакомой, некомфортной или идущей вразрез с нашим привычным образом жизни. Но по сути есть много мгновений, когда мы принимаем душ, ходим, ведем машину, когда мы отпускаем свои тревоги и просто осознаем жизнь и позволяем всему быть как оно есть. Мы можем сделать паузу, рассматривая появившуюся весной зелень. Или в супермаркете, чтобы посмотреть на лицо младенца. Или когда мы наконец понимаем, как решить проблему, с которой пытались справиться. Наша пауза может быть вздохом, вместе с которым расслабляются наше тело и ум. В конце дня мы можем переживать естественную паузу, когда ложимся в постель и отпускаем все мысли и тревоги. Мы также можем намеренно делать паузу во время повседневных занятий. Я часто делаю паузу, прежде чем выйти из машины и просто ощущаю, что происходит внутри меня. Иногда, когда я заканчиваю телефонный разговор, я просто сижу за столом, дышу, слушаю, не приступаю к следующему делу. Или же я могу прервать уборку в доме и послушать музыку, которую включила, чтобы не скучать. Мы можем сделать паузу на вершине горы или в метро, когда находимся среди людей или медитируем в одиночестве. Аджанбандадаса называет эти моменты естественной намеренной передышки временной нирваной. Мы соприкасаемся со свободой, которая возможна в любой момент, когда мы не цепляемся за свои переживания и не сопротивляемся им. Он пишет, что без таких моментов передышки живые существа или умерли бы, или сошли с ума. Но мы выживаем, потому что есть естественные периоды спокойствия, целостности и свободы. На самом деле они длятся дольше, чем вспышки нашего цепляния и страха. Именно эти периоды поддерживают нас. Паузы в нашей жизни наполняют переживания полнотой и смыслом. Однажды известного пианиста Артура Рубинштейна спросили, «Как вы так хорошо справляетесь с нотами?» Он тут же страстно ответил, «Я справляюсь с нотами не лучше, чем многие другие, но вот паузы, ах, именно в них заключено искусство». Как пауза в партитуре, чистые безмолвые паузы формирует фон, который придает всему происходящему на первом плане ясность и свежесть. Мгновение, которое возникает из паузы, подобно хорошо звучащей ноте, отражает подлинность, целостность, истину, о том, кто мы есть. Умение делать паузу — это ворота к радикальному принятию. В момент паузы мы освобождаем пространство для жизни, которое все время течет сквозь нас и которое мы привычно пренебрекаем. Мы уделяем внимание паузе. Только расслабившись под деревом бодхи, мы осознаем естественную свободу нашего сердца и осознавания. Подобно Будде, вместо того, чтобы убегать прочь, мы должны решиться на то, чтобы пребывать здесь и сейчас, с полным осознаванием. Направляемое размышление Искусство паузы Пауза позволяет нам соприкоснуться с настоящим моментом. Особенно в те мгновения, когда мы за что-то боремся, чем-то одержимы и обращаемся к будущему, пауза позволит нам снова соприкоснуться с таинственностью и жизненной силой, которые есть только здесь и сейчас. Выберите время, когда вы целенаправленно чем-то занимаетесь. Читайте, работайте за компьютером, убирайтесь или идите. Попробуйте в этот момент сделать паузу на минуту или две. Бросьте свои дела, сядьте комфортно и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и с каждым выдохом отпускайте все свои беспокойства и мысли о том, чем вы будете заниматься дальше. Позвольте напряжение уйти из вашего тела. Теперь обратите внимание на свои ощущения во время такой паузы. Какие ощущения вы осознаете в своем теле? Чувствуете ли вы тревогу или беспокойство, когда пытаетесь выйти за пределы своих мысленных историй? Тянет ли вас вернуться к тому, чем вы занимались? Можете ли вы просто позволить всему происходить? Всему, что происходит сейчас внутри вас? Вы можете включить эту практику в повседневную жизнь, делая паузу каждый час или, например, в начале и конце какого-нибудь тела. Можете делать паузу, когда сидите, стоите или лежите. Даже в движении, когда вы гуляете или ведете машину, вы можете делать внутреннюю паузу, не закрывая глаза и сохраняя бдительность. В любой момент, когда вы почувствуете, что застряли на чем-то или опустошены, вы можете тут же вернуть свежесть ощущений, сделав паузу, расслабившись и обратив внимание на непосредственные переживания. Вы выберите какое-то одно занятие, которое вы делаете каждый день, и возьмите на себя обязательство в течение недели делать паузу до того, как приступите к нему. Вы можете делать паузу перед тем, как почистить зубы, позвонить кому-то, выйти из машины, сделать глоток чая, включить компьютер. Каждый раз на несколько мгновений делайте паузу, расслабляйтесь и направляйте свою осознанность на то, что происходит внутри вас. После паузы обратите внимание, изменилось ли что-нибудь в вас, когда вы вернулись к своему занятию. Глава четвертая. Необусловленная доброжелательность, дух радикального принятия. У семидесятилетнего Джейкоба была средняя стадия синдрома Альцгеймера. Клинический психолог по профессии, он более двадцати лет практиковал медитацию, так что хорошо осознавала, что его состояние ухудшается. Иногда его ум становился абсолютно пустым. Он не мог вспомнить слова в течение нескольких минут и становился совершенно дозориентированным. Он часто забывал, чем занимался, и, как правило, ему была нужна помощь в самых простых задачах – порезать хлеб, одеться, принять душ, добраться из одного места в другое. С помощью своей жены Джейкоб посетил десятидневный ретрит по медитации, который я вела. Через пару дней после начала курса у нас с Джейкобом состоялся первый разговор. Такие регулярные встречи учеников с учителем позволяют отслеживать их состояние и давать личное наставление на практике. Мы говорили с Джейкобом о том, как идут дела здесь на ретрите и дома. Он относился к своей болезни с интересом, с печалью, благодарностью и даже юмором. Заинтригованное его присутствием духа я спросил, что позволяет ему мириться с болезнью. Мне не кажется, что это неправильно. Я чувствую горечь и некоторый страх, но все это воспринимается как реальная жизнь. А потом он рассказал мне о том, что происходило с ним на ранних стадиях болезни. Джейкоб иногда читал лекции о буддизме местным сообществам и принял приглашение выступить перед собранием примерно из ста людей, изучавших медитацию. Он приехал на собрание, чувствуя себя собранным и готовым поделиться учением, которое так любил. Джейкоб сел в кресло на сцене, взглянул на лица, которые с ожиданием смотрели на него, и внезапно понял, что не знает, что он должен говорить или делать. Он не знал ни где он находится, ни зачем он там находится. Все, что он знал, так это то, что его сердце отчаянно бьется, а мысли беспорядочно кружатся в голове. Он сложил руки у сердца и начал вслух называть то, что происходило с ним. Испуган, смущен, растерян, чувствую, как будто падаю, беспомощен, дрожу, чувствую, что умираю, тону, потерян. В течение нескольких минут он сидел так, слегка наклонив голову, и продолжал давать имена о своем переживании. Когда его тело стало расслабляться, а ум успокаиваться, он также отметил это вслух. Наконец, Джейкоб поднял голову, посмотрел на собравшихся и извинился. Многие плакали. Как сказал один из участников встречи, «Никто еще не учил нас таким образом. Ваше присутствие было самым глубоким учением». Вместо того, чтобы оттолкнуть свои переживания и погрузиться в беспомощное состояние, Джейкоб ухватило мужества и опыта просто произносить то, что он осознавал. И, что гораздо более важно, принять свои переживания. он не превратил свое чувство страха и растерянности во врага. Он все сделал правильно. Мы практикуем радикальное принятие, делая паузу и встречая все, что происходит внутри нас, с такой необусловленной приязнью. Вместо того, чтобы превращать нашу явность или гнев во врагов, мы обращаем на них внимание. Мы аккуратно распознаем и соприкасаемся с каждым переживанием. Нет ничего плохого. Все, что происходит, это просто реальная жизнь. Такая безусловная приязнь – это дух радикального принятия. Одна из историй про Будду демонстрирует силу чуткого и доброго сердца. В утро просветления Будды Мара убежал в замешательстве, но оказалось, это было временное отступление. Даже когда Будду уже глубоко почитали во всей Индии, Мара являлся ему в неожиданных формах. Верный спутник Будды Ананда всегда был на чеку и следил за тем, чтобы никто не причинил вред его учителю. Он каждый раз с испугом говорил, что злой снова вернулся. Вместо того, чтобы игнорировать Мару или пытаться избавиться от него, Будда спокойно признавал его присутствие. Он говорил, «Я вижу тебя, Мара». А потом приглашал его на чай и обращался с ним как с почтенным гостем. Будда предлагал Маре подушку, чтобы тот мог устроиться поудобнее, наполнял две клиненные чашки чаем, ставил их на низкий столик между ними и только потом садился на свое место. Мара сидел с ним какое-то время, а потом ухотел. Все это время Будда оставался свободным и безмятежным. Когда Мара приходит к нам в виде эмоциональных или вызывающих страх историй, мы можем сказать, «Я вижу тебя, Мара». Мы можем ясно увидеть подлинную суть страстного желания и страха, которые живут в сердце каждого человека. Принимая эти чувства с теплым сочувствием, мы предлагаем море чай, а не отталкиваем его прочь. Мы видим, что подлинно и относимся к тому, что видим с добротой. Это безусловная приязнь, которую храбро продемонстрировал Джейкоб, когда склонился перед своим замешательством. Мы проявляем такое чуткое сердце каждый раз, когда распознаем мы принимаем свои раны и страхи. В нас глубоко укоренена привычка быть другом лишь до первой беды. Мы по возможности стараемся оттолкнуть или проигнорировать любые неприятные ощущения. Но так же, как отношения с хорошим другом отмечены пониманием и сочувствием, эти качества можно привнести в нашу внутреннюю жизнь. Пьяма Чодран, американской монахиня, глубоко почитаемый учитель тибетского буддизма, говорит, что в ходе духовной практики мы учимся дружить с собой, со своей жизнью на самом глубоком из возможных уровней. Мы становимся друзьями себе, когда открываем свои сердца и сознательно приглашаем Мару на чай, а не отрицаем свои переживания. Я вижу тебя, Мара. Практики самоопроса и присвоения имен. У одного из моих хороших друзей, Карла, был опыт травмирующих встреч с Марой. Он длился восемь месяцев. Выпускник Лиги Плюща со степенью МВА, он вложил годы упорного труда в создании успешного бизнеса, связанного с компьютерным обеспечением. Когда его давние партнеры предложили ему принять участие в проекте, который обещал хорошие перспективы в быстрорастущем онлайн мире, Карл конвертировал свои бизнес-активы и акции и вложил все в проект. За первые три года работы их сайта по розничной продаже они получили более двадцати миллионов долларов чистого дохода. На четвертый год рынок упал и их бизнес развалился. Карлу тогда было сорок пять лет, он был женат, двое маленьких детей, ипотека. Внезапно он осознал, что находится на грани банкротства. Хотя Карл знал, что другие также многое потеряли из-за колебания рынка, он чувствовал личную ответственность за это катастрофическое положение. Другие осознавали, что экономика скоро рухнет и что интернет-бизнес был рискованным занятием. Почему же он не понял этого? Застила ли ему глаза жадность? Как вообще кто-нибудь мог уважать его сейчас? В самое худшее мгновение Карл не мог поверить, что его жена и друзья все еще любят его? Когда наша тщательно сконструированная жизнь рушится, мы, как Карл, мучим и виним себя, рассказываем себе истории о том, что мы неудачники, что мы могли бы все предусмотреть, и никому до нас нет дела. Такая реакция естественно лишь углубляет наш транс неполноценности. Мы так заняты самокритикой, что даже не способны распознать непосредственную эмоциональную боль. Для того, чтобы выйти из этого состояния, нам необходимо стать более внимательными и соприкоснуться с нашими действительными переживаниями. В качестве одного из инструментов осознанности, который может прорваться сквозь наш транс неполноценности, можно применять самоопрос. Когда мы задаем себе вопросы о своих переживаниях, мы включаем свое внимание. Можно начать со сканирования своего тела, чтобы осознать свои ощущения, особенно в горле, груди и животе, и потом спросить, что происходит, или что требует нашего принятия. А потом мы с подлинным интересом и внимательностью слушаем свое сердце, тело и ум, уделяем ему внимание. Самоопрос это не какое-то аналитическое копание в себе. Мы не пытаемся выяснить, почему мы ощущаем, например, грусть. Это лишь еще больше взбодоражит наши мысли. Этот метод отличается от подхода западной психологии, в которой принято дальше разбираться в наших историях, чтобы дойти до истоков нынешней ситуации. Цель самоопроса быть чутким к своим переживаниям прямо сейчас, в настоящий момент. Конечно, самоопрос может выявлять наши оценки и мысли о том, что нам кажется неправильным, но фокусируется он именно на наших непосредственных чувствах и ощущениях. Я могу чувствовать себя плохой матерью, потому что накричала на Норальяна, когда он постоянно прервал меня во время работы. Когда я делаю паузу и спрашиваю себя, какое чувство мне необходимо принять, я прихожу от самоосуждения к усталости и беспокойству. Я чувствую, как сжался мой желудок, как напряглось лицо. Это знакомое чувство страх. И пока я пребываю с этим чувством, я осознаю, что боюсь не справиться. И этот страх, который ожесточил мое сердце, именно он сейчас требует моего внимания. Точно же, как я распознаю Мару, страх ослабевает, а вместе с ним и самоосуждение. Я больше не воспринимаю себя исключительно как подавленную, потенциально неполноценную личность, которая вынуждена вести борьбу за что-то. И пусть мое беспокойство полностью не исчезло, но если Нараяна смелится появиться еще раз, то я встречу его скорее с любовью, чем с раздражением. Очень важно сохранять доброжелательность по отношению к себе, когда вы задаете себе вопросы таким образом. Если бы я спрашивал о себя, что требует моего внимания, чувствуя при этом хотя бы малейшее отторжение, я бы лишь усугубила самоосуждение. Нам может потребоваться некоторое время, чтобы научиться спрашивать себя с такой же добротой, какую мы проявили бы по отношению к другу, попавшему в питу. Однажды я заглянула к Карлу, чтобы проверить, как у него дела. Его худое тело утонуло в кресле. Он говорил устало и с цинизмом. Я слушала его какое-то время, а потом, видя, насколько он погружен в горечь сожаления о прошлом и страх будущего, мягко спросила, «Карл, что происходит сейчас? Что внутри тебя требует внимания?» Он слегка удивленно взглянул на меня, а потом сказал просто и ясно, «Я чувствую себя абсолютным неудачником». Он стал описывать ту тревогу, которая овладела его телом и умом, скачущие мысли, холодный пот, резкую боль в сердце. «Это никуда не уходит, Тара, я просыпаюсь от этого каждую ночь, я похож на один большой узел, и прямо сейчас все внутри меня завязано в узел». Мы поговорили еще несколько минут, а потом он поблагодарил меня за то, что я поинтересовалась его состоянием. То, что можно так вот выговориться, помогает. Еще один из инструментов в традиционной практике осознанности – отмечать, что происходит или проговаривать это. Этот метод можно применять, например, когда вы совершенно потеряны, как это было с Карлом. Такое проговаривание в уме, так же, как и самоопрос, помогает нам распознать с внимательностью и мягкостью поток мыслей, чувства и ощущений. Например, если я испытываю беспокойство перед тем, как читать лекцию или не до конца включена в происходящее, я часто делаю паузу и спрашиваю себя, почему так происходит и что требует моего внимания. Мягким шепотом я произношу в уме то, что осознаю в настоящий момент. Страх, страх, напряженность, напряженность. Если я замечаю, что мое беспокойство вызвано опасением, что лекция получится скучной и не заинтересует слушателей, я просто продолжаю называть происходящее и сдой о том, что я все порчу, страх быть отвергнутой, потом оценивание, оценивание. Если я отказываюсь замечать это подводное течение страха, я привношу его в свою лекцию и начинаю говорить неестественно и неискренне. То, что я просто проговорила свою тревогу перед тем, как читать лекцию, позволяет мне раскрыть свою осознанность. Тревога все еще может присутствовать, но внимательность и чуткость, которые я развиваю, обращая на нее внимание, позволяет мне чувствовать себя более уверенно. Я больше не воспринимаю себя как неполноценную личность, которая вынуждена вести борьбу за что-то. Как и самоопрос, внимание к переживаниям открывает возможность привнести больше необусловленной приязни в вашу внутреннюю жизнь. Если мы набрасываемся на возникшие чувства страха с криком «Страх попался», мы лишь усиливаем напряжение. Когда мы даем имя своему переживанию, это вовсе не попытка пригвоздить неприятные переживания или заставить их уйти. Скорее это мягкий и добрый способ сказать «Я вижу тебя, Мара». Такой настрой радикального принятия позволяет испуганным и уязвимым аспектам нашего существа проявиться. В традиционных культурах название вещей играет значительную роль в процессе исцеления. Считается, что как бы ни были сильны духи, вызвавшие болезнь, если шаман может назвать их имя, они подчинятся и больше не смогут управлять своей жертвой. Так происходит исцеление. Западная психология считает, что те части нашей психики, которые мы не видим и не осознаем, контролируют нашу жизнь. Если мы называем силы Мары, когда они возникают, то они уже не могут направлять нас и мы не будем одержимы ими. Одно то, что мы относимся к ним с приязнью, а не со страхом, лишает их силы. Практики самоопроса и присвоения имен позволяют нам осознать тот факт, что мы страдаем. Пойманные в сети наших собственных историй, мы можем успешно отрицать правду о нашем переживании. Иногда я могу быть нетерпеливой и критичной к себе в течение нескольких дней, прежде чем сделаю паузу и обращу внимание на те чувства и мысли, которые никак не могли достучаться до моего сердца. Когда я делаю паузу и смотрю на то, что происходит, я осознаю, что испытываю страдания и беспокойства и сомнений в себе. Для многих моих учеников и клиентов осознание того, какую сильную боль они испытывают, стало переломным моментом. Эта ситуация кардинально отличается от жалости к себе и жалоб на жизнь. Это осознание не значит, что вы сосредотачиваетесь на том, сколько вашей жизни проблем. Скорее, осознание степени страдания, которое мы испытываем, воссоединяет нас с нашим сердцем. Я видела, как это происходило с Карлом, когда навещала его. После того, как он описал железную хватку своей тревоги, я рассказала ему, что увидела. Карл, мне было бы тяжело испытывать ту боль, которую ощущаешь ты. Любому было бы тяжело. Твое тело сковано тревогой. Ты настолько переполнен ощущением неудачи и чувством стыда, что тебе некомфортно даже в кругу своей семьи. Это огромная боль. Я вижу, как тебе больно. Когда Карл начал осознавать масштабы своей боли, его глаза наполнились слезами. Это правда, тихо сказал он. Мне больно, очень. И тогда, впервые за эти месяцы, Карл позволил себе заплакать. Признание того, что мы страдаем, освобождает. Самоосуждение уходит, и мы можем относиться к себе с добротой. Когда Карл перестал плакать, его лицо смягчилось, а тело расслабилось. Горечь ушла из его голоса. Я так злился на себя из-за этой ситуации. Я полностью игнорировал то, насколько для меня важно быть успешным и как тяжело оказаться проигравшим. Когда мы относимся к себе с такой же безусловной добротой, с какой бы отнеслись к другу, мы перестаем отрицать собственные страдания. Когда мы, фигурально выражаясь, сидим за своим плечом и задаем вопросы, слушаем и даем имена своим ощущениям, мы ясно видим проявление Мары и открываем сердце для нежности к своему состраданию. Приглашаем Мару на чай. Практика говорить «Да». Несколько лет назад во время ретрита по Випассане я вдруг поняла, что погрузилась в болото негативного настроя. Я с брезгливостью относилась ко всем проявлениям жизни вокруг меня. Учителя говорили слишком много, погода разочаровывала холодом и пасмурностью, мои товарищи по ретриту бесцеремонно чихали в мою сторону, и у меня самой уже был этот отвратительный каймарит. Все было не так, как надо, особенно я сама. Устав от этого раздражения, я решила, что вместо того, чтобы отвергать происходящее, буду со всем соглашаться. Я стала приветствовать все, что возникало в моем осознавании молчаливым «да». «Да» боли в ноге, «да» обвиняющим мыслям, «да» чихому раздражению и доскливому серому небу. Сначала мое «да» было машинальным, неохотным и неискренним, но даже произнося его так, я каждый раз чувствовала, как что-то расслабляется во мне. Вскоре я начала икрасть с этим. Представляя, что я как Будда приглашаю Мару на чай, я хотела не только принять свои переживания, но и активно поприветствовать их. Я начала произносить «да» более мягким и дружелюбным голосом. Я даже начала иногда улыбаться, вся моя драматичность показалась довольно глупой. Мое тело и ум становились все более легкими и открытыми. Даже давление в гайморовых пазухах уменьшилось. Темное облако «нет» сменилось обширным небом «да», в котором было достаточно места и для брезгливости, и для раздражения. Критические комментарии все так же возникали в моей голове, но вместе с «да» они уходили прочь. Когда мой ум предположил, что я всего лишь использую ловку, и она не будет долго работать. Я сказала «да» и этой мысли, и она растворилась. Я ничему не сопротивлялась и ни за что не цеплялась. Настроения, ощущения и мысли плыли по дружелюбному небу радикального принятия. Я чувствовала внутреннюю свободу, которая происходит из безусловного приятия жизни. Я приглашала Мару на чай. Мы используем радикальное принятие, когда вместо отрицания эмоциональной боли говорим «да» нашим переживаниям. Пэт Ротгаст, которая была представителем учителя Эммануэля, пишет «да». идите со своей тяжестью, говоря ей «да». «Да» печали, «да» шепотом произнесенному желанию, «да» страху. Любить означает убрать стены, заборы и закрытые двери и сказать «да». Можно очутиться в раю, просто сказав «да» этому мгновению. В тот самый миг, когда мы соглашаемся испытывать страх или уязвимость, жадность или возбуждение, мы начинаем относиться к жизни с безусловно доброжелательным настроем. Когда я рассказываю ученикам о практике «да», часто они начинают возражать или оказываются в замешательстве. А разве это не очередной способ поверхностного положительного мышления, способ игнорировать то, как тяжела иногда бывает жизнь? Конечно же, возражают они, мы не можем говорить «да» каждому нашему опыту. Что если мы хотим причинить кому-нибудь боль? Что если находимся в глубокой депрессии? Разве наше «да» не усилит эти состояния? Когда вы говорите «да», это не значит, что вы одобряете злые мысли или погружаетесь в свои чувства. Мы не говорим «да» своему пагубному поведению и мы не говорим «да» внешним обстоятельствам, которые могут нам навредить. Если кто-то грубо с нами обращается, разумеется, мы должны сказать твердое «нет» и возвести границы, которые защитят нас. Но тем не менее, даже в это мгновение мы можем сказать «да» чувству страха, гнева или боли, которые возникают в нас. Да, это внутренняя практика принятия, в которой мы сознательно позволяем мыслям и чувствам возникать и исчезать. Иногда ученики спрашивают меня «Если я ненавижу себя, разве мои попытки благожелательно принять это тоже не будут лишь маскировкой истинных чувств?» Это хороший вопрос. А наш опыт общения с другими людьми показывает, что мы можем вести себя подружески даже с теми, кому на самом деле испытываем огромную неприязнь и осуждение. Главная задача в такие моменты привнести доброжелательные отношения в наше недружелюбие. Способны ли мы ясно увидеть, что испытываем и сказать «да» этому сильному чувству или нет? И если не способны, то по меньшей мере можем намереваться быть благожелательными. Также такое «да» можно ошибочно принять за технику избавления от неприятных ощущений, которые позволят нам себя лучше чувствовать. Когда мы говорим «да», это не способ управлять своими ощущениями. Скорее, это вспомогательные средства, которые позволят открыться жизни, как она есть. И хотя иногда, когда мы говорим «да», мы чувствуем себя легче и счастливее, как это произошло со мной на ретрите, так происходит далеко не всегда. Если мы, например, говорим «да» чувство печали, то можем погрузиться в глубокую печаль. Но вне зависимости от того, как раскрывается наше переживание, соглашаясь с тем, что есть, мы даем этим переживаниям пространство и позволяем им пройти сквозь нас. Есть что-то дерзкое и освобождающее в том, чтобы говорить «да» всей нашей несовершенной и запутанной жизни. Однако я всегда предупреждаю своих учеников, что не всегда разумно говорить «да» своим внутренним переживаниям. Если у нас была травма в прошлом, то такое «да» может привести к проявлению застарелого страха. И в определенный момент нам может не хватить равновесия или стойкости, чтобы встретить это переживание с безусловной приязнью, и страх переполнит нас. Вместо этого лучше найти способ устранить страх или ослабить его. Например, вы можете найти утешение у друга, заняться интенсивными физическими упражнениями или принять заранее выписанное врачом лекарство. В данный момент говорить «нет» слишком сильным переживанием и «да» тому, что просто помогает нам сохранять равновесие – самый сочувственный метод, который мы можем использовать. Есть много способов сказать «да» нашей внутренней жизни. В ответ на болезненную эмоцию мы можем шептать «все в порядке» или даже «привет» про себя или тихонько вслух. Да, также может быть образом или жестом. Моя подруга мысленно представляла, как она складывает ладони вместе и кивает тому, что проявилось. Когда она чувствует хватку тревоги, гнева или вины, она представляет, что склоняет голову с подлинным уважением. Иногда я легко кладу руки на грудь в области сердца и говорю всему, что возникает внутри меня, о своей готовности принять это. Титнатхан называет свою практику «да» йогой улыбки. Он предлагает в течение дня много раз улыбаться, легко, но по-настоящему, неважно медитируем мы или просто остановились на красный свет светофор. «Крошечный бутон улыбки на ваших губах», пишет он, «питает вашу осознанность и чудесным образом успокаивает вас. Ваша улыбка принесет счастье и вам, и окружающим. То, что улыбка способна сделать нас более открытыми и расслабленными, доказано современной наукой. Мышцы, которые мы используем для улыбки, посылают нашей нервной системе биомеханический сигнал о том, что сейчас мы в безопасности и можем не включать рефлекторный механизм «бей, беги, замри». Улыбка это безусловной доброжелательности, которая бесстрашно приветствует любое переживание. Когда Титнатхан посетил цзанцентр в Сан-Франциско, он увидел, что ученики строго следуют суровой духовной дисциплине. Под конец его пребывания там они попросили у него наставлений по практике. С легкой улыбкой он сказал «Вам нужно вставать каждое утро чуть попозже и больше улыбаться». Говорим «да» своей жизни. Нам не обязательно ограничивать свою практику и говорить «да» только непосредственным переживанием. Мы можем сказать «да» жизни, которую проживаем, «да» нашим дружеским отношениям, «да» нашему родительству внешности, личности, работе, духовному пути. Но поскольку мы обычно нацелены на совершенство, то когда смотрим на свою жизнь со стороны, нам часто кажется, что дела у нас идут не очень хорошо. Появляется Мара, отбрасывая тень на все то хорошее и ценное, что есть в нашей жизни. Учитель Цзэн Эд Браун прекрасный повар. Он открыл в Сан-Франциско ресторан «Гринс», который стал известен благодаря кухне из натуральных продуктов. Но когда я только начинал работать поваром в ретритном горном центре Тассажара, у него возникли проблемы. Какой бы рецепт он не использовал и какие бы ингредиенты не пробовал, у него никак не получалось печенье. Недосекаемые стандарты печенья, как он потом понял, были заложены годами ранее. В детстве он пёг и любил печенье из полуфабриката Пилсбери. Однажды на него снизошло озовение. Не такие по сравнению с чем. О нет, я же пытался сделать печенье Пилсбери, которое готовится из мучных полуфабрикатов. А потом настал изумительный момент, когда я действительно попробовал своё печенье, не сравнивая его ни с каким другим. Они были пшеничные, слоистые, маслянистые, солнечные, земные, настоящие. Они были несравнимо более живые, насыщенные, на самом деле гораздо более вкусные, чем любое воспоминание. Мгновение, когда вы осознаёте, что ваша жизнь прекрасна такой, какая она есть, могут быть и ошеломительными, и освобождающими. Только скрытые сравнения с прекрасно приготовленным, прекрасно упакованным продуктом заставляли её выглядеть непреклядной. Попытка приготовить печенье, жизнь, без грязных мисок, без запутанных чувств, подавленности, гнева, приводила к неверию в свои силы. Распробовав переживания настоящего момента, мы ощутим настолько более сложный и многогранный вкус, насколько непостижимый и трудно объяснимый. Есть что-то невероятно дерзкое и освобождающее в том, чтобы говорить «да» всей нашей несовершенной и запутанной жизни. Если перед нами забрежет такая возможность, то радость ворвётся в нашу жизнь. Но всё же, если мы всю жизнь пытались сделать печенье Пилсбери, то привычка к перфекционизму не ослабит свою хватку так просто. Когда активизируется недоверие и скептицизм, у нас может возникнуть искушение отказаться от безусловного принятия жизни. Чтобы научиться не опускать руки каждый раз, когда ум обесценивает это и вставляет неправильным, требуется практика. Но, как верно заметил Эд, когда мы перестаём сравнивать себя с какими-то предполагаемыми стандартами совершенства с печеньем дня, мы можем распробовать и исследовать ту самую жизнь, которую проживаем прямо сейчас. Мы можем отдать ей должное и оценить во всей её полноте. Когда мы отказываемся от представлений, какой должна быть жизнь, мы обретаем свободу всем сердцем сказать «да» нашей жизни, такой, какая она есть. Направляемая медитация «Сила да». Сядьте удобнее, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Подумайте о какой-нибудь ситуации, которая в настоящий момент вызывает реакцию гнева, страха и рекорья. Это может быть разлад в отношениях с вашим партнёром, потеря любимого человека, борьба с собственным ребёнком, хроническая болезнь, поведение, которым вы сейчас сожалеете. Чем с большей готовностью вы соприкоснётесь с эмоциональным аспектом вашей истории, тем легче сможете получить доступ к чувствам в своём сердце и теле. Что в этой ситуации вызывает такие сильные чувства? Вы можете увидеть в уме конкретную сцену, услышать слова, которые были произнесены, распознать вашу убеждённость в том, как эта ситуация отразится на вас и вашем будущем. Обращайте особенное внимание на ощущения в животе, груди и горле. Чтобы собственными глазами увидеть, что происходит, когда вы сопротивляетесь какому-либо переживанию, попробуйте сначала говорить «нет». И когда вы ощутите боль, которую испытываете в выбранной вами ситуации, мысленно направьте поток «нет» на эти чувства. Нет неприятным ощущениям страха, гнева, стыда или коричи. Пусть слово несёт энергию «нет», отрицание, отталкивание того, что вы ощущаете. Когда вы говорите «нет», обратите внимание на то, как это сопротивление ощущается в вашем теле. Вы чувствуете скованность, давление? Что происходит с болезненными чувствами, когда вы говорите «нет»? Что происходит с вашим сердцем? Представьте, какой стала бы ваша жизнь, если бы в течение следующих часов, недель, месяцев вы продолжали пребывать с мыслями и чувствами, вызванными этим «нет». Сделайте несколько глубоких вдохов и отпустите эти мысли, слегка расслабив тело, открыв глаза или чуть изменив позу. Теперь снова вызовите в уме эту болезненную ситуацию, которую выбрали ранее. Вспомните образы, слова, убеждения и чувства с ней связаны. А на этот раз будьте Буддой по дереву Бодхи, который приглашает Мару на чай. Направьте на свои переживания энергию слова «да». Даже если в этом потоке присутствует волна «нет», страх или гнев, возникающий по причине этой болезненной ситуации или самой практики, это нормально. Пусть эти естественные реакции существуют в более обширном пространстве «да». «Да» боли, «да» тем частям нас, которые хотят, чтобы боль ушла, «да» любым возникающим мыслям или чувствам. Обратите внимание на свои ощущения, когда вы говорите «да». расслабляется ли ваше тело, становится ли оно более открытым, есть ли в нем движение, появилось ли больше открытости и пространства в вашем уме, что происходит с неприятными ощущениями, когда вы говорите «да», усиливаются ли они, становятся ли более расплывчатыми, что происходит в вашем сердце, когда вы говорите «да», какой была бы ваша жизнь, если бы в течение часов, недели, месяцев вы бы привносили энергию «да» в неизбежные вызовы жизни? Продолжайте сидеть, отпуская мысли и сохраняя бдительность, расслабленное осознавание. Сохраняйте намерение говорить мягкое «да» всем ощущениям, эмоциям, звукам и образом, которые могут возникнуть в вашем осознавании. Направляемая медитация встречает трудности и называет то, что истинно. Когда мы мысленно отмечаем то, что происходит внутри нас, это углубляет наше внимание. Так мы оказываемся лучше подготовлены к встрече с болезненными эмоциями и интенсивными ощущениями. мы можем встретить их с бдительным и исцеляющим осознаванием. Сядьте удобнее, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Есть ли в вашей жизни такая ситуация или проблема, с которой вы сейчас пытаетесь справиться? вы можете сосредоточиться на межличностном конфликте, финансовом давлении или стрессе на работе. Спросите себя, что я чувствую по этому поводу? Направьте принимающее осознавание на свое тело. Особенное внимание обращайте на горло, грудь и живот. Есть ли там скованность, давление или жар? Есть ли такое слово, которое описывало бы ваши переживания? Грустный, беспокойный, неуверенный, испуганный? Не нужно напрягаться в поисках правильного слова в своем лексиконе. Просто обращайте внимание на то, какие слова возникают в вашем сознании и мысленно мягко повторяйте их. Бывает, что подходящего ярлыка для той смеси чувств, которые вы испытываете, просто нет. Смысл не в том, чтобы пригвоздить что-то, дав ему верное название, а в том, чтобы удерживать внимание на осязаемом ощущении того, что реально в данный момент. После того, как вы обозначили свои переживания, мягко спросите себя, сохраняя пристальное внимание к ощущениям в теле. Это правда? Описывает ли это слово то, что я сейчас испытываю? Если нет, есть ли для этого другое слово? Продолжайте таким образом, мысленно отмечайте свои изменчивые переживания и сканируйте тело, чтобы увидеть, что наиболее реально в этот момент. На какое-то время вы можете потеряться в своих мыслях. Когда вы осознаете это, мягко отметьте планирование, навязчивые мысли, фантазии и верните свое внимание на тело. И снова ощущайте и давайте имена любым сильным эмоциям или ощущениям, которые вы осознаете. Помните, что наклеивание ярлыков всегда должно быть фоновой деятельностью 5%. Основная часть вашего осознавания 95% направлена на ваш непосредственный опыт. Если выполнять эту практику мягко и легко, то такие мысленные заметки могут способствовать появлению спокойного и восприимчивого отношения. Направляемая медитация «Принимай жизнь с улыбкой». Сочувственные Бодда часто изображаются с легкой улыбкой. Он принимает все десять тысяч радости и печали жизни. Когда мы медитируем с ощущением улыбки, мы пробуждаем нашу природную способность к необусловленной благожелательности. Сядьте удобнее, закройте глаза, и пусть естественный ритм дыхания поможет вам расслабиться. Несколько минут уделите тому, чтобы избавиться от явного напряжения и скованностью в теле. Теперь, слушая звуки, осознавая пространство вокруг себя, позвольте образу улыбки появиться в вашем уме. Обратите внимание на то, как мягкость, доброта, открытость и легкость возникают вместе с представлением об улыбке. Ощутите, как расслабленная улыбка заполняет ваш ум и пространство. Теперь представьте улыбку в уголках своих глаз и почувствуйте, какие ощущения возникают в этой области. Пусть ваш лоб будет гладким, кожа вокруг глаз мягкой и мышцы расслабленными. Вы можете ощутить, что ваши глаза свободно плавают в глазницах, как будто был в посеянии с теплой водой. Продолжайте смягчать свое лицо. Еще раз пройдитесь по зоне вокруг глаз. Вы можете ощутить расслабленное сияние там. Теперь пусть на ваших губах появится легкая, но настоящая улыбка, полуулыбка Будды. Расслабьте мышцы лица. Расслабьте челюсть, пусть она слегка отвиснет. Пусть кончик языка легко касается неба. Теперь почувствуйте, как улыбаются глаза, как улыбается рот. Вызовите образ улыбки в вашем горле и наблюдайте за тем, что происходит. Ваше горло может расслабиться и раскрыться. Если в горле есть напряжение, пусть оно будет заключено в пространство улыбки. Опять ощутите, как улыбаются уголки ваших глаз, как улыбаются ваш рот, горло. Пусть улыбка перейдет в вашу грудь. Представьте изогнутую форму улыбки и ощущения, которые она вызывает. Пусть это ощущение расширяется в области сердца. Какие бы чувства ни присутствовали там, позвольте ему свободно опарить в открытости и доброте улыбки. Расслабляясь дальше, ощущайте улыбку в своем сердце. Посылайте волны легкости через все тело, через плечи, вдоль рук и вниз по туловище и ногам. Чувствуете ревооткрытость и вибрацию улыбки в своем пупке, гениталиях, в основании позвоночника. Прибывайте в обширном и добром осознавании, которое возникает из улыбки. Когда появляются мысли, ощущения или эмоции, вы можете воспринимать их с необусловленной доброжелательностью. Если ваш ум где-то блуждает или вы чувствуете скованность, вы можете мягко вернуть улыбку в ум, глаза, рот и сердце. С практикой вы обнаружите, что улыбка это простой и действенный способ снова пробудить сердце в любой момент времени. Вам не обязательно выполнять полную практику улыбки вниз по всему телу, как описано выше. вы можете также попробовать улыбаться полуулыбкой буты всегда, когда вспомните об этом. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.